Сделаем, чтобы вся школа потом научилась, как можно спокойно записывать, выступать, задавать вопросы, получать развернутые ответы. Это всем полезно, и вся школа будет вам благодарна. В общем-то, у меня вопрос такой, я занимаюсь ключом, вот, и, в принципе, результат есть. Есть, это какое-то и большее действительно внутреннее спокойствие, стрессоустойчивость, и даже вот, как только я узнала и стала заниматься, ну, хотя бы там в какой-то степени, там, ну, не претендую на стопроцентную правильность, можно так выразиться, там, вот, у меня стало меньше проблем с позвоночником, то есть обострение, ну, там, редко, можно сказать, бывает, вот. Но сейчас у меня вопрос в другом, вот, я смотрю ваше выступление, видео, вот, и вы, ну, так сказать, вот я для себя все время слышу, что вот мы делаем упражнения, ну, я имею в виду синхрогимнастику и так далее, то есть всех этих лыжников, шалтаев и так далее. Мы учимся, учим наш организм, наш мозг, значит, адаптироваться к новым условиям таким образом, что когда наступит вот необходимость, наш организм уже умел с этим справиться. То есть достаточно представить, вот я, вот, вот этот момент для меня остается сложным. То есть получается, что я, допустим, ну, вот мне нравится, например, шалтай-болтай, просто вот, и лыжник, например, вот два моих любимых упражнения. Вот, то есть, допустим, я что, ну, вот какая-то, скажем, там, ситуация для меня, ну, там, скажем, неприятная, стрессовая. Если, допустим, кто-то на меня там грубо со мной поговорил, я чувствую, что я вся там закипаю, прямо из меня тоже вот ответная реакция такая же плохая идет, но я не могу себе позволить, я должна сохранять спокойствие. Вот я что, то есть я пыталась себе мысленно представить, когда вообще я собирала, ну, собиралась в кулак, так сказать, что я лыжник, я там шалтай. Ну, это что-то как-то плоховато получается. Вот я поэтому хотела от вас услышать, все-таки, правильно ли я вас понимаю, ну, вот ваше видео, ваше выступление. Да, сейчас отвечу, сейчас отвечу. Ну, давайте изначально, я вас вижу первый раз, да? Нет, я, ну, в смысле, на трансляцию, конечно, я первый раз вышла, вот, просто увидела, Влад, ну, написал сообщение. То есть мы тогда не общались раньше, да? Я была просто, вот, то есть я участвовала как раз в вебинаре, вот, как-то, и просто смотрю ваши записи, ну, какие-то книги читала. Понятно. А вы помните, там был такой момент, который назывался разгрузка с перезагрузкой? Да. Да. А вы когда делаете шалтай-балтай, и когда у вас наступает момент разгрузочный, когда вы уже можете помечтать о чем-либо, вы там делали перезагрузку? Ну, я обычно, вот у меня всегда, вот я делаю, у меня мысли, голова вообще становится пустая. Я себе вот представляю, ну, как сказать, представляю, потому что у меня чаще всего именно картинками. Ну, понятно. У вас голова становится во время разгрузки, то есть шалтай-балтай. Она у меня, она у меня как аквариум, в котором мысли проплывают такими отдельными рыбами. Да, и ничего не... А потом он вообще становится пустой. Правильно. Я в него запускаю то, что мне нужно. Понятно. То есть я вот даю себе установку, допустим, что вот у меня там суставы, ну, как сказать, там, здоровые, гибкие, там, что там легко движутся и так далее. Да это вам помогает, да? Ну, вообще, да. Вот действительно, я вот, допустим, делаю, и после этого прямо вот ручки так легко движутся, ну, пальчики очень легко работают. Ну, понятно, понятно. А вы теперь скажите. А вы такую перезагрузку, когда вы вышли на ноль и там себе воображали, но не в самом нуле, потому что когда ноль, уже не хочется ни о чем думать, потому что вообще не хочется, хочется восстановиться. А вот перезагрузка, это чуть-чуть до нуля. Вот когда вы были в стрессе, делали, например, шалтай-болта или лыжника, ну, то, что вам подходит. И вы ходите, когда уже стрессы уходят, и вы выходите на это пространство, когда вот так вот уже голова опустошается от эмоций. И в этот момент помечтали о том, что суставчики, а вы в этот момент, это перезагрузка уже, а вы в этот момент мечтали о том, что именно по своему вопросу, к которому вы ко мне обратились сейчас. Что когда вы находитесь в реальной ситуации, что вы бы хотели, чтобы, несмотря ни на что, начальник там наорал или еще что-то, что вы отреагируете именно так, как вам хочется. Да, я, ну, правда, я делала это всего, ну, может быть, один или два раза. То есть я вот, ну, то есть я себе как бы давала, ну, не знаю, там, установку, что я сохраняю спокойствие в любой конфликтной ситуации. То есть я вообще, я, как сказать, я спокойная, мне комфортно, я не, как сказать... Стоп, 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 ошибка, ошибка, ошибка. Я сразу вам отвечаю, что здесь при перезагрузке я небольшая ошибка. Ну, трудно себе представить, например, что я пойду к зубному врачу, ну, трудно, пример привожу, что я пойду к зубному врачу, и мне не будет ни капельки больно. И тогда, и тогда будет, если чуть-чуть больно, это не соответствует моему ожиданию, моей установке не соответствует, ну, чуть-чуть больно. Но уже, поскольку она не соответствует, у меня сразу нерв, сразу фрустрация. Я же этого не ждал, я ждал, что вообще не будет больно, понимаете? Поэтому нужно по-другому настраиваться. У нас есть там перезагрузки, мы говорили, чем больше стресса, тем больше сил. Чем больше стресса, тем больше сил. Поэтому я вам отвечаю на ваш конкретный вопрос. Вы говорите, как мне сделать так, чтобы если начальник на меня поорал, или там кто-то на работе, что-то не так, на что мне настроиться дом, когда я делаю разгрузку? Как сделать перезагрузку? Чтобы я там действительно чувствовал себя свободным. Поэтому, когда вы себя внушаете в этот момент, что вы там будете совершенно спокойны, комфортны, ни на что не реагировать, это ошибка. А надо что сказать? Чем больше он на меня будет орать, тем лучше мне будет настроение. Минус превратить в плюс. Чем больше стресса, тем больше сил. Понимаете, не говорит, что я вообще ничего не буду чувствовать. Ну как же вы можете не чувствовать, вы живой человек. Вам обидно, что вас несправедливо ругают. Может быть, вы не виноваты ни в чем. Ну, может быть, его жена дома поругала этого начальника. Может, он не доспал три ночи. Может быть, он не в форме, его все раздражает. Может, вы вообще тут ни при чем. А вы реагируете. Так вот, вы чтобы не реагировали, вы как раз-таки себя настроите на то, что чем больше будет вот этих помех, чем больше будет на вас вот эта волна напряжения сваливаться, тем вам приятнее. Чем больше стресса, тем больше сил. И вы можете использовать это напряжение, которое получите от этого начальника, для решения других каких-то своих вопросов. Это же пиковое напряжение. Вы можете его перенаправить, как раз обрадовавшись тому, наконец, у меня стресс, энергию которого я могу использовать для решения своих каких-то задач, над которыми я долго думала и не могла придумать ответ. Теперь-то я, наконец, решу эти задачи. То вы эту энергию взяли и использовали себе, как помощника. И вы теперь будете искать, лишь бы он на вас наорал. У вас будет другое отношение. У вас сменится отношение. Вы будете не ждать того, что вы там тихонечко будете сидеть, как мышка. А вы будете ждать. Ну, когда же на вас кто-то наедет, наорет, чтобы вы эту энергию взяли и решили свои вопросы, над которыми давно думали. Вам же энергия нужна? Конечно. Такой же, когда на вас орают. У вас же скипание происходит. Это же энергия? Да. Просто у вас происходит то, что эта энергия, которая включается, не находится в русле решения ваших задач. А вы ждали, что ее не будет просто. Она не совпадает с вашим ожиданием. Запомните, пожалуйста. Я хочу, чтобы вся школа наша знала, кто еще не знает. Мы живем в реальном мире. В реальном мире мы не можем быть готовыми ко всему. Это надо так долго тренироваться. Так долго тренироваться, чтобы быть таким вот заторможенным, чтобы ничего не воспринимать. Или таблеток напиться так, чтобы потом... Как овощи. Нам же это не нужно. Нам как раз таки нужно, чтобы мы вот эти конфликтные ситуации обращали себе на пользу. Чтобы энергию этого стресса мы как раз таки использовали для своих интересов. Откуда нам взять энергию? Вот она и включилась. А теперь дайте ей правильный адрес. Загадайте себе желаний разных, истинных, которые вы действительно хотите. Какие вопросы решить. Да, загадайте эти желания. Для того, чтобы они начали исполняться, вам необходима энергия. Трамплин. Поэтому вы берете элемент ключ-2, это стресс-трамплин. Загадали заранее желание, что вы хотите получить в результате. И ждете теперь, когда на вас народ. И увидите, что после этого ваше желание лучше исполняется. Ваши вопросы, над которыми вы мучительно раньше думали, легче решаются. Потому что создался пик напряжения. А теперь вы его правильно направили. Теперь вы знаете, зачем вам это нужно. Раньше вы этого избегали. А теперь вы будете это искать. Потому что это дополнительный источник ваших сил. А попробуйте. Спасибо большое. Я обязательно этим воспользуюсь. Но вы сначала загадайте желание. А то вы опять без желания пойдете. Желаний очень много. Ну, я как-то. Вы когда будете делать шалтай-балтай? Или лыжника? Или какой-то другой прием, который вам больше подходит? И когда очистится голова от стресса? И когда вы уже будете переходить на состояние такой задумчивости? Когда вы уже можете помечтать? Вот там помечтаете об этой перезагрузке. Что когда у вас будет в жизни, в реальной наступать стресс. То после этого у вас, вы заметите. Вот эти ваши желания, которые вы заранее задумаете. Они начнут исполняться. И понаблюдайте потом за собой, что у вас будет. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам. До встречи. Ну, потом опять выйдете через некоторое время у нас на вебинаре. Расскажете, какие у вас результаты. Поделитесь со всеми. Чтобы все тоже научились так делать. Использовать энергию стресса по своему усмотрению. Да, вот так и будет, вот так вот. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.